Дорнада Энерджи! Или же в первом закрепленном комментарии? Итак, давайте перейдем к премиумным машинам. Я сразу же выскажу свою позицию. Я считаю, что премиумные танки ни в коем случае никогда нельзя трогать после того, как они поступили в продажу и люди за них уже заплатили деньги. Ни в коем случае никогда, ни один, ни один абсолютно премиумный танк нельзя трогать. Почему? Потому что человек, он уже приобрел этот танк, он уже, когда эта машина вышла, с тем набором характеристик, с тем набором функций, которые вы предоставляли в определенном моменте, он тогда захотел купить эту машину в том виде, в котором она есть. И ни в коем случае нельзя брать и отбирать какие-то функции или какие-то внутренние модули, изменять каким-то образом премиумную технику. Если вы это делаете, то будьте тогда добры, Wargaming, верните игрокам деньги. Либо вы возвращаете игрокам деньги, либо вы не трогаете премиумную технику. Я сейчас говорю от лица игрока, который точно так же покупает премиумные танки, который точно так же играет в эту игру, как и все другие, несмотря на то, что я блогер. Единственное, что меня отличает от других игроков, это количество аудитории. Это люди, благодаря которым, в принципе, существует мой канал, за что им отдельное, естественно, огромное спасибо. Вот, не было бы их, не было бы и меня. Соответственно, с одной части я, возможно, буду говорить как глаз народа, но я не знаю, что думают сейчас мои подписчики. Они это выскажут в комментариях своими лайками или дизлайками, если у них будет какое-то сопоставимое со мной мнение или же абсолютно противоположное. Я считаю, что ни в коем случае нельзя трогать Progetto 46, а также Panar 75 и F10 колесника. Объясняем, что произошло с этими машинами. Сейчас нерфится итальянская техника, вот, со механикой дозарядки. Каким образом она нерфится? У итальянских средних танков отбирают у всех досылатель. Отбирают абсолютно у всех машин, у кого есть механизм дозарядки. Соответственно, они больше не могут устанавливать на свой танк досылатель. То есть, если мы берем Progetto, вы сами можете заметить, я сейчас нахожусь на общем тесте, вы не можете на него устанавливать досылатель. То же самое касается и с премиумной техникой. Но есть некоторые аспекты. Если еще тот же самый Progetto 65 я могу вынести, что у него как бы отобрали досылатель, его там понерфили и так далее и тому подобное. Хоть мне это лично не нравится, но мы об этом поговорим чуточку позже. То Progetto 46 это просто плевок в лицо игроку. Потому что, я вам приведу пример, если вы покупаете себе автомобиль Audi Q7, вы купили себе автомобиль Audi Q7, у него есть 4 колеса, а потом у вас забирают 2 колеса. Вы скажете, Мир, ну ты какую-то неправильную аналогию приводишь, мы же не трогаем характеристики танка. Да, окей, вы не трогайте характеристики танка, но когда вы будете играть на колеснике, том же самом Panar EBR 75 и F10, к сожалению, у меня его сейчас нет в ангаре, но вы понимаете, о каком танке идет речь. Вы, попадая по колесам, лишаетесь этих колес. И та скорость, которую Panar набирал до нерфа, подвески колесников всех, он ее больше не будет набирать. Соответственно, его возможности, они уменьшаются, они ухудшаются относительно того Panar, который был раньше. А это две разные машины. Panar без колеса и Panar с колесами. Это две разные машины. Теперь представьте, что у вас есть ваша Audi Q7 и у вас есть функция подогрев сидений. Эта функция пропадает. Или представьте, что у вас есть функция поставить что-то на крышу. У него есть крепление, у вашего Audi Q7, а у вас это отобрали. Вы скажете, функционал, точнее, характеристики Audi вашего не меняются. Но его функции, они пропадают. И так нельзя делать. Аналогично из Projeto 46. У него отбирают досылатель, который изначально был. Например, я, Вася. Я копил на этот Projeto, я не знаю, там, в то ли эти попу не подтирал, да? То есть, воду экономил. Ходил с грязной задницей. И копил постоянно, кушая дошираки на это Projeto 46. Увидел этот танк у Нерью, у Левши, у Эвилграни, у Амвэя, у Джова. Увидел этот танк, посмотрел, что у него перезарядка его стокового снаряда. Вот, первого. Такая же, как у того же самого немца Panzer 58 Mutz. Вот, где он здесь? Возьмем вот Panzer 58 Mutz. У него такая же, условно, да, перезарядка, там, условно, если мы на него ставим какой-нибудь десалати или шоколадку-то поставим на него. У него перезарядка была вот такая же. Я увидел. При том, что этот танк по своей точности, а именно Projeto 46, он, как бы, лучше по точности. И у него дополнительно есть барабан, который я могу реализовать. Мне эта машина понравилась. А вы бы просто берете и теперь мне нерфите по перезарядку. Как бы, да, напрямую вы не нерфите танк. То есть, как бы, это не нерв. Но вы забираете его функционал, его возможность. Я хотел играть именно на этом Projeto. Я хотел играть именно с этим оборудованием, потому что оно было доступно. Это как если мы сейчас возьмем ИС-3 с мамкиной зарплатки, с механизмом заряжания. Тот самый знаменитый, который у нас есть. Сейчас я его вам покажу. Ну, походу, его здесь нет. Ну, короче, вы поняли. И возьмете, например, у него и скажете. Так, теперь у нас, значит, у всех советских танков нету стабилизатора. И все советские танки, у которых, блин, время сведения там КВ-2, ИС-6, у которых время сведения просто бесконечность. Дольше, чем живет человек. Это неправильно так делать. Так нельзя делать. Нужно думать головой. А вот, у меня, кстати говоря, есть Panara EBR-75 и F-10. Как вы это все представляете? Как вы игрокам-то в лицо будете смотреть? Он купил эту машину уже. Он ее приобрел. Дайте ему возможность играть на этой машине, либо верните ему деньги. Вы ее уже вывели в продажу. Он купил ту машину, которой хочет играть. Да, рандом где-то меняется, где-то техника улучшается, ухудшается, но машина должна оставаться целостной единицей. Ее нельзя ни в коем случае трогать. Аналогично и с механикой движения колес конкретного танка премиумного. То есть, если у нас есть EBR-75 и F-10, какой бы он имбовый, какой бы он токсичный не был, я понимаю, что EBR это жесткий танк. Progetto 46 это лучший средний танк восьмого уровня и нету лучше, чем он. Я понимаю, что они имбы, но нельзя их трогать. Ни в коем случае. Ни в коем, ни в коем случае. Как-то так. Это мое мнение. Вот. У колесника что делают? Если у вас одно колесо критовано, то у вас скорость уменьшается где-то на процентов 25. Если два колеса критовано, то где-то на 50 процентов. Как-то так. Вот. Сейчас, если у тебя одно колесо критовано, то ты особо скорости не теряешь. Если вообще не теряешь. Вот. По поводу теперь итальянских средних танков и по поводу того, что у них забрали досылатель. Я поиграл уже на общем тесте. Достаточно большое количество боев, как на стриме, так и вне стрима. На Projet 46, на Projet 65 на стандарте не играл в принципе, но мне хватило, что я поиграл на Projet 46 и на Projet 65. Могу вам сказать так. На Projet 65, отбирая досылатель, вы почти полностью убиваете ДПМ данного танка. Вообще полностью, в нулище, просто ни в какую. В моментах, где бачат ТВП могли выдать 4000 среднего урона, зарядив 2 барабана. В моменте, где Leopard, СТБ-1 или любой другой танк мог выдать по 4000 урона, просто бесперерывно стреляя, Projet 65 теперь не может вообще реализовывать никак ДПМ у этого танка. Как и у Projet 46, у них абсолютно полностью пропадает теперь ДПМ. Ну, конкретно, Лан, давайте говорить про 10 уровень. Буду говорить вот исключительно про 10 уровень, для того, чтобы все понимали. Полностью пропадает ДПМ. Я в течение 5 минут бесперерывной стрельбы, выстрелив 18 снарядов, вот, 17 из них пробив, я настрелял 5000 с лишним уроном. При том, что я жил до конца боя. Это, мягко говоря, полная жопа. Полная жопа. Вы отбираете у танка две характеристики, точнее, не так, две возможности играть в какую-то одну определенную роль. Первое. Убирая досылатель, вы отбираете ему возможность играть в штурмовую среднюю СТ-шку, в штурмовой средний танк. То есть, когда вы приезжаете к врагу, у вас должна быть возможность с ним перестреливаться, выдавая ему снаряд 1 с уроном в 360 хп и перезаряжаясь в 8,7 секунд и в 8,7 секунд. При том, что тот же самый стандарт B, ой, точнее, не стандарт B, а СТ-1 перезаряжается 5,2 секунды, мы имеем то, что Progetto 65 проигрывает по скорострельности в 3,5 секунды тому же самому СТ-1. Это при первом снаряде. А если вы первый снаряд промазали, то второй снаряд у вас заряжается 10,5 секунд. А последний снаряд у вас заряжается 14 секунд. Итогово вы перезаряжаетесь, при том, что у меня установлена еще дополнительная продувка воздуховода, вы перезаряжаетесь 46 или 45 секунд. Это космический показатель. У вас просто нету никакого ДПМа, вы не можете нормально, адекватно стрелять. При этом еще ко всему, помимо того, что вы не можете драться адекватно в упор, единственная ваша возможность это раздать барабан, вы ему нерфите точность с 0,33 до 0,35. Вы ему увеличиваете время сведения, вы ему уменьшаете скорость поворота и увеличиваете разброс после выстрела. Вам нужно, по моему личному мнению, опять же, как я лично считаю, возможно, со мной кто-то не согласится, это, естественно, ваше мнение и это мое мнение. Я считаю, что про джет 65 нужно сделать правки либо в одном, либо в другом направлении. Первое направление. Либо вы оставляете те правки, которые у вас есть, добавляете ему обратно досылатель и ухудшаете ему еще сильнее стабилизацию от поворота башни, от поворота ходовой и в движении. Ухудшите ему стабилизацию на процентов 20, чтобы он реально показывал себя эффективно, либо в упор, либо стоя прям далеко на дистанции. Чтобы у него была возможность отыгрывать. Если вы не хотите этого делать, то тогда убирайте ему досылатель, но верните все характеристики, которые у него были. Для чего это делается? Для того, чтобы этот танк адекватно снайперил. То есть вы ему оставьте всю ту же самую точность, но заберите тогда у него досылатель. То есть оставьте все характеристики, заберите досылатель и понерфите стабилизацию. Но точно все время сведения оставьте тогда ему. То есть эта машина должна обладать хоть какой-то характеристикой. Потому что сейчас этот танк абсолютно полностью лишен ДПМа. Мы возьмем батчат, у него перезарядка 36 секунд. Это без бонового оборудования. А если мы на него поставим условно какой-нибудь боновый вентилятор на тот же самый батчат. И поставим в то же самое время какую-нибудь боновую вентиляцию. Вы просто опять же сравните сами по цифрам. У батчата у нас получается 35 секунд перезарядка. 35. И у него барабан на 1900 урона. А у Проджета 45 секунд перезарядка. На 10 секунд дольше. При том, что у батчата больше урона. Да, вы можете сказать, батчат более косой и так далее. Но батчат разряжает свой барабан в упор и убегает. Проджет так нормально сделать не может. Потому что она не убивает цель со своего барабана. Если она будет заряжать первую пульку, ее выдавать, потом дозаряжать и потом раздавать барабан, она сдохнет. Потому что невозможно столько времени простоять и прожить. Геймплейно она по-другому играется. Да, я прекрасно понимаю, что Проджет 65 она имбовая в плане того, что у него есть дикая точность, у него дикая стабилизация. И он еще токсичен за счет того, что он может приехать и раздать в тебя барабан. Это не означает то, что можно брать у него, забирать абсолютно полностью все. Все характеристики. Лучше понерфить ему те же самые борта. Или ту же самую броню. Можете понерфить ему скорость. Мне лично супер-мега некомфортно играть на Проджет 65. Я считаю, что ему нужно вернуть досылатель. И ухудшить другие характеристики. Стабилизацию, еще хуже точность сделать. Или же просто броню ему поднерфить, скорость его конечно уменьшить. Но досылатель нужно вернуть. Это опять же лично мое мнение. Вот. Возможно кто-то будет с этим не согласен. Но я считаю так. Потому что Проджета силен не за счет того, что он быстро перезаряжается. Проджета силен за счет того, что он мега точный. Он мега стабилизированный. И мега быстрый. Вот эти три характеристики. А, и у него есть барабан. Вот эти вот четыре характеристики. Четыре характеристики делают этот танк токсичным. Потому что он может стрелять на дистанции. Он может пулькать во всех, в кого попало. А потом фуловый приехать и раздать барабан. Для того, чтобы этого не было, нужно, чтобы он на дистанции плохо стрелял. Если он на дистанции плохо стреляет и не попадает, обеспечите ему хотя бы комфорт стрельбы. Темп. Это опять же мое мнение. Всем большое спасибо, кто смотрел сегодняшний видеоролик. Пишите пожалуйста в комментариях, что вы думаете по поводу нерфа премиумной техники. Итальянцев, колесников. Ну, о колесниках мы еще, естественно, по-другому в другом видео поговорим. Если вам понравилось все данное видео, вы согласны с моим мнением, ставьте лайк. Если вам не понравилось, вы не согласны, ставьте дизлайк. Я пойму, какого вы мнения. Вот. С вами был Ниарью. Не забывайте подписываться на канал. И до новых встреч. Всем пока-пока. До даймоши. Субтитры сделал DimaTorzok